Привет, друзья! Это Егоров и Медиа Сандали. Странные вещи происходят в медийном футболе, потому что вроде бы остается неделя до финала, а мы не знаем до сих пор, где он будет сыгран и когда он будет сыгран, ну а также не понимаем, какие команды вообще примут в нем участие, потому что на данный момент Титан оспаривает результаты своего полуфинала с Тудроц и требует либо переиграть матч, либо вообще присудить им Титану победу. Более того, поддерживает Титан такие серьезные клубы и один из полуфиналистов, как Fight Nights. Ну что ж, давайте послушаем, кто и что говорит в данной ситуации. Но прежде чем продолжить, хочу сказать, друзья, зайдите обязательно в описании, подпишитесь на мой телеграм-канал, там в закрепе очень важные акции указаны, заходите туда, интересуйтесь и с интересом смотрите матчи чемпионата Европы, оставшиеся. Это во-первых, ну и во-вторых указана ссылка и контакт для связи, по которому можно связаться со мной, и если вы хотите, допустим, прорекламировать свой продукт в моем YouTube-канале, то обязательно делайте это. Тем более, как вы видите, ролики выходят достаточно часто и не так уж мало, особенно по нынешним меркам медиафутбола, собирают. Ну а теперь к сути дела. Итак, напомним, что же происходило. Отбитр матча Павел Смирнов на последней секунде, точнее, когда основное время истекло, и нужно было Титану всего лишь выбить мяч в аут, и Титан усилиями Вульфа это сделал. Так вот, Павел Смирнов решил в этом эпизоде назначить штрафной, после которого уже Дмитрий Сычев, вратарь Тудроц, подключился в атаку на угловой и забил очень красивый мяч. Ну там прыжок действительно был великолепным. Титан, естественно, был очень недоволен решением Павла Смирнова в двух аспектах, потому что, по мнению Титана, Вульф не фалил, и, на мой взгляд, он действительно не фалил. И второе, если уж Вульф фалил, прыгнув и тронув своего оппонента, то тогда и Дмитрий Сычев тоже фалил, и гол Тудроц не нужно было засчитывать. То есть, разные трактовки. Титану показалось, что допустил судья в этом эпизоде. И более того, несмотря на комментарии ваши, которые вы в том числе оставляете под моими роликами, где болельщики Тудроц пытались убедить, что судья сделал все правильно, выступил уже глава судейского корпуса Юрий Апанасенко, который сделал вот такое вот заявление. Давайте зачитаем его. Как бы не было больно и стыдно, говорит Апанасенко, хочу от всего лица судейского корпуса МФЛ принести извинения перед всей командой Титан. Ошибка арбитра, который усмотрел в обычном единоборстве нарушение, вместо финального сыска назначил сполный штрафной удар, дальше всем известно, чем все закончилось. То есть, Юрий Апанасенко, глава судейского корпуса, признает, что судья Павел Смирнов допустил ошибку. Прошу всех прекратить травлю Павла Смирнова, который за пять сезонов в лиге зарекомендовал себя как топ-арбитр. Ошибки – это часть спорта. Павел Смирнов действительно не заслуживает той травли, потому что чего ему только не желали, в том числе игроки Титана. Какие-то совсем уже недопустимые вещи и обзывали его последними словами. Но сезон для Павла Смирнова не самый удачный. Достаточно вспомнить, как он отменял пенальти за вымышленную игру рукой у футболиста тандема в игре СФК-10. Ну, очень странный был эпизод. Так что не лучший сезон, конечно, Павла Смирнова. Ребята из Титана, извините за решение. Уверен, вы станете только сильнее, опытнее, и победы от вас никуда не денутся. Вот это совсем лучше бы не говорили, потому что все может деться куда-то от Титана. Потому что, конечно, команда хотела участвовать в Кубке России, чего, скорее всего, не будет теперь. Хотя, конечно, можно предположить, что РФС даст третью путевку, либо Титан, либо Fight Nights, которые, возможно, сыграют матч за третье место. Но на год минимум было отброшено одним решением судей развития команды Титан. И в тот момент, когда появилось заявление Юрия Апанасенко, Титан подготовил свою петицию с просьбой переиграть, ну, или вообще отменить результаты этого матча. Сейчас мы также эту петицию зачитаем. И эта петиция попала в КДК Медийной футбольной лиги. Мы считаем, что результаты полуфинального матча МФЛ между Дротсом и Титаном нелегитимны, пишут представители Титана. Запускаем петицию по аннулированию результата второго полуфинального матча. Мы знаем, что большая часть целевой аудитории на нашей стороне. Кстати, ну, возможно. В связи с признанием ошибки арбитра в матче Дротс-Титан, необходимо аннулировать результат игры и допустить команду Титан в финал. Ну, какая логика здесь у представителей Титана? Представители Титана простая логика, что в тот момент, когда Вульф выбил мяч, игра уже завершилась. То есть здесь должен был быть дан финальный свисток. И все остальное, что происходило после этого эпизода, соответственно, не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения, потому что игра уже завершилась. То есть если мы говорим о чистом времени, когда судья дал продолжить играть, он посчитал, что можно там добавить еще несколько минут или несколько секунд, это всегда все на усмотрение арбитра. Но когда у тебя есть монитор, у тебя есть датчик, который показывает, что вот пошла последняя секунда, то к этому прибавить уже ничего нельзя. Исходя из этого, Титан делает вывод. Раз ошибка судей имела место быть, значит матч в тот же момент, учитывая, что это чистое время, завершился. И победа Титана остается единственным легитимным результатом. Потому что дальше играть было уже нельзя. Все время закончилось. То есть фактически это можно рассматривать как за техническую ошибку. То есть всего остального, что дальше происходило, гол Сычева, угловой и так далее. То есть все остальное, что дальше было, не имело места для существования. То есть матч закончился в ту секунду. Все, что дальше, оно не имеет значения. Логика определенная в позиции Титана есть. И петиция сразу собрала несколько тысяч голосов пользователей. При этом другие участники медийного футбольного сообщества также стали выступать по теме. Например, Камил Гаджиев записал кружок, которым предложил вообще переиграть матч. Я бы сделал по-другому. Я бы, как в ММА, признать этот матч ноу-контест, не состоявшимся. Вернуться в исходные позиции и дать командам переиграть. Вот это было бы правильно. Ну, чтобы и волки сыты, и овцы целы. То есть, ну, с одной стороны, да, здесь время закончилось, и стоит матч остановить, и чтобы дальше ничего не было. С другой стороны, ну, логично, что игра продолжилась. И не факт, что Титан должен был пропускать после этого углового. Там же тоже должна была произойти целая вереница совпадений, чтобы этот матч превратился в то, во что он превратился. Вообще, в таком случае, Титану лучше было бы прямо на поле решать вопрос и говорить, что матч завершен, мы дальше играть не будем. Всячески пытаться эту игру остановить. Сказать Дмитрию Картаву, что челлендж на окончание матча, это тоже челлендж. Ну, понимаете, я думаю, прекрасно все это понимаете. В общем, очень интересная ситуация. И до сих пор непонятно, какое решение может принять лига. Потому что, ну, КДК чего только не устраивало. Причем Дмитрий Картава уже заявил, что заявление Титана составлено достаточно интересным образом. Единственное, там не было подписи руководителя. Я думаю, что она будет. И, если не ошибаюсь, в среду это заседание будет. Я же предлагаю сделать это заседание открытым. Пусть его транслируют в прямом эфире на канале медийной футбольной лиги. Посмотрим, что будет дальше. Если вы спросите мое мнение, то я не считаю нужным свое мнение по этому вопросу окончательно выражать. Потому что я не вижу законов логики, которые иногда работают в лиге. И любое твое высказанное конкретное мнение впоследствии сработает против себя. Потому что ты скажешь вроде в том, с чем уверен. А потом все примут абсолютно иное решение. Поэтому, учитывая логику решения лиги, мне нечего сказать. Что ж, идем к следующей теме. Непонятно, когда и где пройдет финал. Потому что разные версии были уже. Например, что финал состоится 12 июля в Лужниках. Должна была быть пятница. Именно поэтому 7 числа не разрешили проводить матч между Бруками и Файт Найтс в Одинцове. Ну, во всяком случае, так говорили. Но оказалось, что вроде как финала 12-го в Лужниках не будет. Иначе, если бы он был, нам бы, наверное, уже об этом сказали. Потому что остается 4 дня. Нужные билеты продать. Нужные подготовиться. Нужный тренировочный план на неделю запустить. Никаких объявлений официальных не было. Ходят слухи, какие-то телеграм-каналы по стиле о веб-арене. Свою информацию я в ней не уверен. Я ее тоже перепостил. То есть тоже написал. Но не уверен мне абсолютно. Непонятно, что будет происходить. Может быть, уже как-то стоит сказать. Хотя это, конечно, дурацкий совет. Потому что я понимаю, как тяжело организовать то или иное мероприятие. Точнее, иногда даже не понимаю, насколько это тяжело на самом деле организовать. Как все продумать. Как все сделать. Кто будет выступать. Договориться с артистами и так далее и тому подобное. Но все-таки клубам хотелось уже и запустить билетную программу. И подготовку на том или ином поле, которое будет подходящим. Поэтому, конечно, хотелось бы уже, друзья, чтобы вы выдали информацию, где будет проходить финал. Я думаю, что в одном из ближайших выпусков, и не Given Monday, наверное, Николай Осипов расскажет. Но думаю, что процентов на 70 это все-таки будет веб-арена. Ну что ж, пока что такая вот краткая информация о том, что происходит в конфликт между Олдовым представителем Амкала и Николаем Осиповым. Тоже нет смысла особо влезать. Потому что сегодня Николай Осипов может разочароваться. Там, например, в этом представителе Амкала. А послезавтра сказать, что вот они там хорошие товарищи, грубо говоря. Все меняется в мире медийного футбола очень быстро. Отношения между людьми тоже меняются очень быстро. Поэтому посмотрим, последим, что будет дальше. А свое мнение о балдовом представителе Амкала я уже много-много раз говорил. Ничего нового вы не услышите. Что ж, это был Егоров Медиасандали. Короткий выпуск сегодня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok